В Тверской городской думе с ежегодными докладами выступили глава Твери Алексей Огоньков, председатель Тверской городской думы Евгений Печуев и председатель контрольно-счетной палаты города Твери Владислав Малинин. Первые лица исполнительной и представительной власти рассказали о проделанной за год работе на благо столицы Верхневоложья. Об этом в нашем сюжете. В соответствии с уставом Твери, каждую весну глава города представляет отчеты о результатах своих работ и администрации в целом за 2023 год. В прошлом году показатели экономики города в части промышленного производства, рынка труда, уровня заработной платы и отрасли торговли продолжали расти. По оценке ВПРФ и интегральному индексу качества городской среды, который готовит Минстрой России, Тверь входит в число муниципалитетов с благоприятной городской средой. И начиная с 2020 года показывает положительную динамику по индексу качества жизни. По некоторым параметрам он превышает средний уровень по России. Также экспертами отмечается положительная динамика в части реализации проектов по благоустройству. Тверь по итогам прошлого года получила 227 баллов, она в числе муниципалитетов с благоприятной городской средой. Что безусловно не повод успокаиваться, впереди предстоит еще многое сделать в части формирования развития комфортной городской среды. Перед нами стоят серьезные государственные задачи. Это достижение максимальной эффективности местного самоправления, повышение доверия людей к органам власти, вовлечение жителей в реализацию важных проектов и программ, направленных на развитие города. Это задача президента. Отдельно очень серьезное внимание в текущем году он уделял именно роли органов местного самоправления. И, конечно, в этом направлении многое реализуется на уровне Верхневоложья и города. В 2023 году Тверь продолжала принимать активное участие в реализации национальных проектов. В городе открылся новый детский сад «Умка». Были построены два центра образования в микрорайонах Южной и Радужной. Капитально отремонтированы 17-я и 15-я школы. По нацпроекту БКД в столице Верхневоложья за пять лет отремонтированы 255 километров дорог. Еще один нацпроект – туризм и индустрия гостеприимства, в рамках которого в прошлом году была впервые реализована программа по созданию туристского кода Твери. В результате в историческом квартале размещено более 10 арт-объектов и стилизованных элементов городской инфраструктуры. Вычислили стереоскопы, туристский информационный центр в виде старинного трамвая. Также скульптуры, посвященные фотографу Ивану Тачалову и знаменитому профессору математики Владимиру Бородису. Подводя итоги первой части заседания, работу главы Твери и администрации города депутаты одобрили. Далее о деятельности городской думы в 2023 году рассказал ее председатель Евгений Пичуев. В его докладе речь шла о работе постоянных комитетов, важных решениях, инициативах депутатов в части благоустройства города, увековечения памяти выдающихся земляков и ряде других. Дополнительные расходы были предусмотрены на ремонт школ и детских садов, повышение качества системы безопасности. Были значительно увеличены расходы по многим статьям. Это ремонт дорог и инфраструктурных объектов, модернизация и безопасность учреждения образования, организация питания школьников и содержание новой школы, развитие туризма, обеспечение жильем малоимущих граждан. Также депутаты Тверской городской думы приняли отчет о деятельности контрольно-счетной палаты города. Ее председатель Владислав Малинин озвучил данные о проделанной работе, рассказал о контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях. Субтитры создавал DimaTorzok